За судьбой Ивановского троллейбуса общественный активист Владимир Батурин следит уже не первый год. А не так давно он и сам стал частью МУППТ. Чтобы решить проблему с кадровым голодом, предприятие, следуя примеру коллег из соседних регионов, запустило проект «Народный кондуктор». Поработать в свободное время на благо города и подзаработать в придачу может любой Ивановец, изъявивший такое желание. Специальных каких-то требований кондукторам-агентам у нас нет. Возраст должен быть от 18 лет. Дисциплинированность, внимательность, умение общаться с деньгами, готовность к вежливому общению с пассажирами. Это для нас очень важно. Батурин в «Добровольце» записался одним из первых, но в последнее время на работу его не зовут. На своем сайте, посвященном вопросам транспорта, он опубликовал гневный пост, где рассказал подписчикам, что вся эта ситуация – заговор, чтобы придать его анафеме. Но и после этого не позвали. Если депо не идет к Магомету, то Магомет идет в депо. Но на предприятии день закрытых дверей. У меня есть договор, который со мной не расторгует. Ты все это в нарядке нет, ты не работаешь. В договоре ты все это не работаешь. А при чем здесь наряд? Я хочу узнать, есть ли троллейбусы на линии, которые в депо. Зачем я по договору могу выйти и облегчить пассажиров? Нет, ну ты можешь выйти, правильно. Раз тебя не вызвали, значит обеспечен без тебя. Не получив нужного ответа от охраны, активист звонит центральному диспетчеру. А вот я готов выйти агентом, есть ли в депо троллейбусы без кондукторов? Ну вдруг кто-то не вышел. А, без кондукторов нет, кондуктора сидят. А, сегодня наоборот, потому что там бывают ведь разные ситуации. Иногда кондуктора сидят, а иногда водители. Нет, нет, сегодня есть кондуктор в запасе. Причину того, что двери предприятия для него закрыты, блогер видит в том, что в последнее время он часто критикует руководство и даже предложил себя на должность главы транспортного предприятия. Мои объяснения – это личная неприязнь директора относительно моей кандидатуры. Поэтому он издал, так мне кажется, в негласное распоряжение не допускать меня на линию. Хотя, согласно договору, который у меня есть, и он действующий, он не расторгнут тем же директором, до 30 июня я имею право выходить, помогать городу. Сейчас я работаю на основной работе с понедельника по пятницу. Соответственно, в выходные дни я всегда готов и рад помочь Иванскому троллейбусу. Произволу руководства МУПа – контрсанкции. Баторин начал сбор подписей, чтобы сместить руководство МУПа. Как я и обещал, я буду общаться с пассажирами, узнавать их мнения, опять-таки собирать подписи. Пусть они поставят оценку по пятибалльной шкале относительно работы Иванского троллейбуса и директора. У вас устраивает работа? Да, приезжий. Вы пользуетесь транспортом? Редко. Часто ли вы его ждете, ну, по долгу? Есть ли претензии к работе? Ну, в принципе, нет. Ну, долго-то оно… Это какое-то ролейбус же, да. Да, потому что есть разные маршруты, по-разному ходят. А так, в основном, меня устраивает все. По той же «десятке», которая редко ходит? Редко, да. Как бабушки. У вас тоже, наверное, талончики, да, вот эти вот социальные? Ну, да, есть. Стоят межно на остановках, а руководство предприятия особо, ну, не всегда принимает должные усилия. Если у вас есть желание, можете подписать вот как бы за отставку нынешнего руководства главе города и губернатора. Мы обратились с запросом в МОППТ, чтобы выяснить, чем активист заслужил игнор со стороны предприятия. Оказалось, никаких санкций нет. Просто претендентов на роль кондуктора сейчас достаточно. А Батурин, как сотрудник, зарекомендовал себя не лучшим образом. Агент чем отличается от обыкновенного кондуктора? То, что он работает в удобное для него время. Все остальное, все остальные требования наши он должен выполнять, в том числе приходить вовремя на работу. Товарищ Батурин опоздал три раза, что зафиксировано в путевых листах. То есть опоздание 24 минуты, опоздание 34 минуты и опоздание 48 минут. Опоздание вообще серьезный дисциплинарный проступок, но для троллейбусного предприятия особенно. Ведь существует строгий график движения. Опоздание означает, что кто-то из горожан просто не дождался в этот день троллейбуса. 48 минут опоздания – это 60-х рейс. Это из депо до ЖД вокзала и опять до депо. То есть они не съездили на ЖД вокзал, а сразу пришлось ехать в аэропорт. А это, извините меня, 11 маршрут, где только мы их возим. Другого транспорта практически там нет. Людям нужно ехать на работу. Утро раннее и звонки были, и жалобы были. Пример того, как частная ситуация при грамотной подаче становится дискриминацией. Но в любом конфликте две стороны и две точки зрения. Выводы делайте сами. Наталья Гутарина, Антон Осипов, Денис Денисов, РТВ Иваново.